Тумсу, а правда, что у вас аппараты стоят со снюсом? Прям можно купить как сок? Я не знаю, как их можно купить, но такие стенды в магазинах стоят с этим снюсом, это правда. Здесь, в Швеции, это очень популярная вещь, и мужчины и женщины все употребляют этот снюс, и он считается как как сказать, допустим, для курения есть отдельное место, отведенное место, не будет же так, что ты сидишь, допустим, в кабинете или на встрече такой и куришь, а вот снюс это такая вещь, они могут сидеть на деловой встрече, там совещание какое-то идет, а не раз этот снюс прям во время процесса его закидывают или убирают. Очень популярная тема. Я почти на всех допросах, которые у меня были в полиции, там в СЭПО, где угодно, на интервью журналисты, все, я наблюдал, они все употребляют и делают это прямо во время процесса. Дагестанец. Дагестанец, кстати, он в прошлом эфире тоже задонатил 500 долларов, он сейчас опять задонатил 500 долларов. Тумсуа салам, от всех дагестанцев Европы, делаем дуа, чтобы Кавказ был единым и свободным. Со своей стороны, ты делаешь все, что можешь, подгоняем очередную порцию финансов. Бараку влаху фейкум, братья дагестанцы, пусть Аллах воздаст вам благом. Кстати говоря, сегодня я случайно познакомился с парнем из Осетии, которого зовут Руслан. Если ты смотришь меня, Руслан, тебе привет. У меня было мало времени, но мы успели несколько минут с ним пообщаться. Он уже сказал, что лет 8 живет в Швеции. Сам родом из Осетии, но говорил, мать, по-моему, то ли жила у Русмартани. В общем, какая-то связь была Сурус Мартан. И очень здравый парень, здравомыслящий. Я пригласил его в наши чаты ночные, которые мы проводим. Либо у меня на канале, либо у Хасана Халитова. Кстати говоря, сегодня у Хасана Халитова мы будем, иншалла, после эфира. Я смотрел, он запланировал голосовой чат, по-моему, в 21.30, как раз когда у меня закончится этот эфир. Так что приходите все. Я приглашаю туда всех особенных. Хочется там видеть наших братских, людей из наших братских народов, чтобы мы все там общались, обменивались мнениями. Это сейчас нам очень необходимо. В том, что это продлит Аллах твою жизнь, как продлил твоему дедушке. Мой дедушка прожил 108 лет. Ну, по разным версиям, 108, 106. Никто точно не знал его даты рождения. Но он больше 100 лет, короче, прожил. Поэтому он мне желает. Да, все верно. Я, может быть, точно не сразу присоединюсь, но чуть попозже я, иншалла, присоединюсь. Скажите, пожалуйста, как мне связаться с вами по телефону? Не как Мария Плотникова. Это невозможно. Мне можно написать или отправить голосовое сообщение или видео. Любые материалы, которые вам интересны, можно отправить на бот обратной связи в Телеграм. Здесь есть ссылка на мой Телеграм-канал. Переходите на него. Там уже в описании вы найдете бот обратной связи. Можете написать. Если вам неудобно писать, можете прислать голосом. Но позвонить мне, обменяться телефонными номерами, нет. Это невозможно. Если Ахмада Кадырова убил Кремль, зачем после него назначить Рамзана Кадырова? И почему Рамзану позволяется намного больше, чем остальным российским комбинаторам? Ну, наверное, за смерть отца, за убийство отца перед ним чувствует свою вину. И поэтому ему дают больше, чем остальным. Как тебе такая версия? Скажите, пожалуйста, как узнать номер телефона Кадырова? Говорят, он помогает людям деньгами. Да, я тоже слышал Марии, что он любит очень помогать людям деньгами. Напишите его... Можно написать его министру по делам, по министру печати, информации, там чего-то, чего-то внешним связям. Можно написать директору ЧГТРК. Можно написать прямо напрямую фонд Ахмата Кадырова. Где... Можете сразу везде написать, вас все равно везде заблокируют. Вам никаких денег не дадут. Но, по крайней мере, попытка у вас будет. Попробуйте. Расскажи про инцидент в Осло. В Осло на днях был убит чеченец, как оказалось, этот парень чеченец. Он был убит полицейским, и патруль... Полицейский патруль приехал, видимо, их вызвали. В общем, этот парень, он был, ну, неадекватен. Это был тот самый парень, который в 2019 году точно так же с ножом на мосту, помните? Он бросался на полицейских, но тогда его обезвредили с помощью электрошокера, которым стреляют. И таким образом его задержали. Когда он предстал, ну, когда он был уже под следствием, выяснилось, что у него есть психические отклонения, и ему было предписано принудительное лечение. Как он оказался сейчас на свободе, он сбежал или его отпустили, мы пока не знаем, я, по крайней мере, не видел этой информации. Но, в общем, так получилось, что он вышел оттуда. И далее его видели, наверное, если кто не видел, я у себя в телеграм-канале эти кадры опубликовал. Он полуголый, такой, с оголенным торсом, босиком, с ножом в руках. В общем, он очень агрессивно там себя ведет. И, видимо, приехавший туда этот полицейский патруль, одна машина, то есть двое полицейских, они пытаются его как-то обезвредить. Машина его пытается как-то сбить, потом придавить к стене. Но у них не получается, он, наоборот, вырывается и нападает на одного полицейского. И в этот момент, в общем, полиция применяет оружие и расстреливает его. По-моему, там выстрел в 6 или 8 они у него производят. После этого скорая увозит его, но он уже то ли в скорой, то ли в больнице он, в общем, скончался. Тяжелая судьба по ходу этого парня. Отец был убит российскими оккупантами у нас в Чечне. Они, по-моему, родом с Гехово, если я не ошибаюсь. Был убит в Чечне. Мать еще с маленьким сыном, когда он был еще маленький, в начале где-то нулевых, она эмигрирует в Норвегию. Потом там ювенальная юстиция забирает его у матери и передают его в какую-то норвежскую семью. И, в общем, он воспитывался в этой норвежской семье. В общем, по всей видимости, у него еще с детства были какие-то психические отклонения на этой почве. В общем, как бы там ни было, это человек, который был неадекватен, поэтому какой-то ответственности за свои действия он не несет. Я просто выражаю слова соболезнования его родным и близким. Аллаху гештюйлзан. Субтитры создавал DimaTorzok